Ну вот, сегодня немножко посветлее. Этот Рено выгнал, погонит на тихосмотр, сделает попытку. Говорят, что скорее всего все равно портянку больничный получит на месяц. Вот сварочка у нас тут есть. Вот сейчас посветлее, видно лучше, а то я вчера снял в потемках, надо прожектор все-таки купить новый. Вот такая вот манька. Весь обвес, как говорится, снял. Не знаю, буду я то видео выкладывать, нет. Очень темно там. Вот думали, что дверь будем снимать, как эти провода. Разобдрал в дверях эту панель внутреннюю, чтобы отсоединить. А зачем? Здесь вот сняли эту крышку. Крышка была вот такая же вот, как эта. Где-то она тут валяется. Или я ее тоже в прицеп кинул. И просто находишь по проводам тот штекер. Отсоединяешь. И вот он, пожалуйста. Все элементарно. Главное поддерживать, чтобы не упало. А, ну замок там еще проблем. Ну тоже не проблема. Это я там запутался. В общем, все делал. Само собой, ребята подходили, пальцем тыркали. Откуда я там знаю? Я такие машины никогда не разбирал. Хотя мне особо и разбирать-то тут нечего было. Надо было только этот обвес на перекраску. Сейчас колеса. Вчера пораскручивали. Там по одному сзади поставили. Я так и не понял, что он с ним... Ну, наверное, поменяет. А, тормоза, тормоза, да. Фу, блин, башка вообще уже не варит. Но все в жизни пригодится, конечно. И главное, водительских прав такая интересная коллекция у меня. И грузовые, и прицепы, и 95-й код, или как он там называется, сделал. Там вот, я смотрю, интересно, печь это стоит. Такой печью запросто можно весь ангар отопить. Хотя, смотря какая зима, конечно же. Ну вот, начальства еще нету. Пока все. Жалко, что здесь освещение слабенькое. Все еще советские лампочки висят. И переноска вся поцарапанная, замызганная. Ладно, все со временем. Я сейчас вагончик там себе почистил и замок поставил. Хоть переодеваться есть где. Все.